Друзья, я рад вас приветствовать на первом в текущем году занятии в рамках проекта Next Step кадровый потенциал РП Челябинс. Есть кто-то, кто впервые на подобном мероприятии после этой, да, впервые? Это уже пятое занятие. В прошлом году мы начали достаточно поздно и в связи с сезоном пришлось это делать, несколько так сказать, свернуть. В этом году мы продолжаем и каждую среду, кроме следующей среды, 19-е число, там у нас будут обучения от поставщиков, потому что, чтобы не перегружать вот этими всеми обучающими проектами, принято решение пропустить следующую среду. Каждую среду будут происходить такие занятия. В одно и то же время. Всегда. Я позволю себе напомнить, что два направления развития, это профессиональные продажи и лидерский потенциал, и они будут чередоваться. Сегодняшнее занятие будет направлено на продажи. Следующее занятие, которое проведут Светлана и Лиана, будет направлено на развитие лидерского потенциала. Том 5 продажи и лидерский потенциал. Продажи и лидерский потенциал. Вот так вот мы будем чередовать. Сегодня мы с вами говорим о технике четырех вопросов. Я предлагаю именно такой заголовок сделать в ваших блокнотах. Так как формат клубный, это будет больше не тренинг, а что-то вроде семинара. Тем не менее, вы получите инструменты, которые вы можете, это цель любого мероприятия, которое проходит в среду, чтобы дать вам инструменты, которые вы можете взять и практически в этом же виде принести на сегмент уже завтра и получить результат в продаже. Техника четырех вопросов. Давайте первое, о чем мы с вами поговорим, это сценарий переговоров. На слайде. Друзья, что-нибудь видно? Отлично. У нас с вами есть чего? У нас с вами есть несколько вариантов, чего может происходить у партнеров. Первое, это привлечение к сотрудничеству, у наших партнеров может происходить. Дальше, это развитие партнера основного. Гашение, предотвращение конфликта. Бывает такое на сегменте. И формальный визит. Вот это условное понятие. Под формальным визитом я, собственно говоря, записал здесь доставку документов и визит по поводу и без. Часто ли приходится, ну или бывает ли такое, что вы приезжаете к партнеру, соответственно, целью ставите, я не знаю, поздравить с днем рождения сотрудников, по пути заехать, поздравить с днем рождения компании, подарок завести какой-то. То есть он у вас не вне плана вы, но вы едете к вам партнеру для какой-то цели. Бывает такое? Конечно, вы просто подпишите. Да, ну в области здесь несколько сложнее, поскольку сегмент у вас удаленный и разбросан достаточно территориально, но тем не менее. Давайте, собственно говоря, по первому блоку, который называется привлечение к сотрудничеству. У нас с вами в списке объектов привлечения три вида. Неактивный партнер, потенциальный партнер и новая дверь. Правильно? Вот этих ребят мы привлекаем. Соответственно, кого привлечь проще? Неактивный потенциал и новая дверь. Неактивный это чего такое? Кто когда-то раньше работали, да, и как минимум по угоду уже не работал. Потенциальный в базе есть, но никогда не работал. И новая дверь, соответственно, нет в базе, в принципе. Физически есть в базе нет, так кого проще привлечь? Ну, в базе нет. А вот Костя говорит, что неактив. Неактив, там по-разному. Да, смотря какая ситуация, если он раньше работал, то возможно слегка будет. Может, он в закупке раз в год делает. Поэтому вываливается, да, в неактив? А если там был жесткий конфликт, и он сказал, все, я полностью больше видеть не хочу. Вот эти все дела. Может, просто не было конфликта, просто он приходил, там был проземплик. Ну, да, у ВИПов свои, да, проблемы. Окей, новую дверь. На мой взгляд, тоже действительно, и опыт показывает работы на сегменте с торговыми с этими вив-менеджерами, что новую дверь привлекать проще. Просто потому, что там мы можем весь наш арсенал средств, мы о ней о нас еще ничего не знают, мы можем применить все, что, в общем-то, нужно. Ага, за счет чего мы привлекаем партнеровцев. Сейчас какие-то такие общие абстрактные вопросы, но они нам потом пригодятся. За счет чего? Именно много денег не вообще. Вообще привлечения за счет чего? В сервисе наше. Угу. Сервис. То есть, ты туда приходишь и говоришь, Здравствуйте, компания Комус, мы, у нас есть вот так, мы можем еще вот так. Ассортимент. Хорошо. У нас есть вот это, у нас есть вот это, вот наши 22 товарных рынка, обратите внимание. Вот наш каталог, вот еще один каталог, вот еще один каталог. Вот бюллетень, вот еще один бюллетень. Вот листовка. Если как вы... Интернет-магазин откройте, пожалуйста. Получается, мы привлекаем партнера за счет нашего обширного ассортимента сервисов, донося до партнера выводу ту, что он может в одном месте приобретать то-то, 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 ну, по максимальному закрывать свои все. Вот Андрей, ты когда говоришь, что за счет сервисов широкого ассортимента, у меня стало ощущение, что визиты происходят, вот как я сейчас показал, примерно. То есть, вы приходите и что-то начинаете презентовать. Нет, ну, вы имеете в виду... Вот, вот в ваших сейчас доводах не хватает вот этого важного важной штуки, да? Что мы даем партнеру то, чего ему надо, правильно? То есть, выясняя, чего же ему даем. Ну, и то, что не надо. То же даем. Но мы же в его случае формируем эту потребность, правильно? То есть, все-таки выявление потребностей или формирование их, оно присутствует, да? Окей, если я говорим о развитии партнера, здесь у меня продажа конкретных терр увеличения объемов. Да. Все-то интересное. Для випов это более интересно, чем привлечения, поскольку у вас 99% базы основные, все-таки задачи не стоят за правом. Партнера, да, и задачи привлекательного на развитие. Да, вы работаете на развитие. Поэтому, вот здесь чего происходит? И какие сходства есть между развитием партнера и привлечением? Есть ли? Есть, конечно. Привлечения, вот продажи конкретных товарных рынков. Да. Может быть, привлечения к сотрудничеству нового ЛП. Вот, это первое. Такая же схема, как при привлечении партнеров. Супер, шикарно. Да. Соответственно, смотрите, ваши навыки как торговых председателей по привлечению партнеров, они вам в будущем пригодятся в работе даже в вип-отделе, несмотря на то, что там партнеры основные. Соответственно, когда вы идете продавать, ну, например, картриджи партнеров, которые у вас покупают все подряд. Бумагу, хозы, продукты, канцы, все берем. А картриджи не покупают. Соответственно, вы для него новый поставщик по картриджи. А он для вас новый партнер по картриджи. Правильно? Соответственно, он для вас работает так, ну, вот так, или, наверное, вот, даже скорее потенциально, потому что вы знаете этих партнеров, у вас настроен какие-то пошли. Да, но, а сейчас правильно говорить, что там, возможно, новый ЛП, который, фиг знает, как себя поведет. Лоялен он будет, нелоялен он будет. Это вообще может быть отдельно стоящее здание, как, например, с почтой России. Ну, да, отдельное подразделение, отдельное здание, и кто-то занимается только так. Да, и они там вообще не общаются. Свой мир, да. Они считают, что там где-то информация не проходит. Ну, с почтой России так везде. Ну, ладно, информация, в принципе, не проходит. И увеличение объемов, да, в развитии партнеров. Ну, здесь все понятно, да? Это тоже интересно, да. Тоже интересные штуки, особенно, если мы говорим, какое здесь средство основное у нас, увеличение. Почему вдруг партнеры должны купить не 10 коробок бумаги в этом месяце, а 20? Молодец. Акционное предложение, действительно? Акционное филиала. Пока с нашей стороны. Правильно, держи мысль, да? С нашей стороны. Чем мы можем? Понятно, что партнер что-то открывает новое, ему, понятно, надо больше. А если он ничего не откроет новое, как мы можем? Акции еще. Докупи больше объем, получи не флешку, а мультимарку. Получи что-нибудь посерьезе, какой-нибудь подарок. Еще. Почему партнер должен покупать больше? Цена ниже. Цена ниже за объем, ну, если согласуетесь, скидки еще. Бонусы? Правильно, мы можем активировать его бонусы. Ну, да. Не нахуй, пожалуйста. Да, генерское вознаграждение бонусами, совершенно верно. Балами. Да, да, да. Да, молодец. В этот момент на салфетке пишется сумма с пациентом. Количество балов? Количество балов, да. Леш, сейчас это делается на галькуляторе. Я начинаю пол с пульной игры. Понимаешь, когда встречи проходили в ресторанах. Ну ладно. Я здесь кое-что забыл, друзья. Кое-что еще. Как еще можно развить партнера? Продать новые ТР, которые он не покупал. Увеличить объемы и еще. Если мы сохраняем те же самые ТР, сохраняем те же самые объемы, но суммы надо увеличить по нему. Более качественные, более дорогие товары. Более дорогие товары. Либо тот же, но дороже, то есть поднять КТН, просто тупо, допустим, отменить КП, поставить колонки. Либо с заменой товара. Брал кумус, теперь берет Ляйкс. Например, вот здесь что мы можем сделать? Ну да, почему он должен вдруг перестать покупать дешевые и начать покупать дешевые? Это перевод на собственную торговую марку, высокодоходные товары. Мы же про сумму, не про маржу. Пока про сумму оборотов. Потому что качество, то есть, да, сараться на качество. Да, действительно, опираться на качество и выявлять приоритеты партнера, связанные с качеством. Пусть он говорит, что мне важна только цена, а мне пофиг. Мы частями тогда вводим, для руководящего состава, для отдельного департамента. Класс. Бумага только для бухгалтерии, лучше только для руководителя. И таким образом. Какие цели вы ставите, допустим, в новую дверь, когда идете, и к потенциальному партнеру? Сейчас больше торговый пристык. В новую дверь узнать о компании, узнать потребность. Первая цель, хорошо. Еще? Ну, а допустим, к потенциалу или в неактив, когда идете? Ну, к потенциальному смотришь, что он берет. Потенциалом у тебя никогда ничего не было. Как и неактив. Ну, неактив ты и в карте партнера, ты не видишь, что он у тебя покупал. Шесть месяцев прошло, там нет истории сделать. В комментариях, если только. Мы видим, что за компания, чем она занимается, и исходя из этого, мы можем какие-то цели поставить. А приоритеты свои учитываете? Что у вас сейчас в целевых задачах? Господа торговые, не сдаете. Патреерам. Рабочая одежда. Ну, не только, давайте будем называть товары для склада и производства и... Продукты, которые мы еще добавим. Они будут в любом случае. Разбережение живого, продукты питания. Давайте так вот. Вот. Давайте, соответственно, вот такую же табличку у себя сделайте, пожалуйста. И в цели переговоров давайте зафиксировать. Значит, первое. Собрать информацию о партнере. Для VIP-ов это тоже актуально, особенно в том случае, если вам карту только-только передали. Допустим, от торгового представителя. Вы же задаете вопросы у партнеров, про его компанию. Правильно? И второе, давайте конкретный ТР. Ну, вот сейчас просто возьмем ваш приоритетный ТР. Это товары для производства и склада. То есть, как вы формулируете цель? Продать, да? Товары для производства и склада. Класс. Продать? Продать. Хорошо. Стимулировать заказ. Можно еще? Окей. На развитие партнера. Давайте продажу конкретных ТР мы уже брать не будем, поскольку мы уже ее учли, да? Продать товары для производства и склада, увеличение объемов. Как цель будет заключаться? Получение объемов в расставе, а в акциях? Вот. Давайте продвинуть акцию по светокорпе. Вот в таком формате, вот здесь, в первом колонке, в первой, это у вас будет третья цель. Там, я не знаю. Сейчас просто формулировка, так как я включаю в отчетах, периодически. Продвинуть акцию по светокорпе. Вот здесь, какие цели пишем? Когда вы заранее знаете, что идете к конфликтному партнеру. Вы были в прошлом месяце, там вообще звездец был. Чуть не втащили, как сказал. Там комментарий в карте, чуть не втащили. Убежал. Убежал. Не может втащить. На выходе, на рюк. Там в бунт, там сидел. Мой сшил на собачку, да. Не может втащить. Война, знаете, на такое же число. Дальше. Мачим вас. Стрелка, да. В руках. Решение конфликта. Ну так и будете? Как выяснить причину конфликта? Истинную новую. Ну я бы, если бы, допустим, уже вилку, я бы через другого какого-нибудь контакта. То есть что? Как цель сформулировать? Стреться с другим ЛПР. Максимально общен. Встретиться с другим ЛПР. Для прояснения ситуации. Ага. А если с этим ЛПР что делать? Подалить с карточки. Нет, не так. Как? Надо же все равно решить. Ну да, потому что иначе конфликт может распространиться. Только распространение лояльных отношений есть. Надо придумать просто, как это сделать. Вернуть лояльность. О, давайте так сформулируем. Вернуть лояльность и выяснить другого ЛПР. Вот две цели по гашению конфликта. Тоже их пишем вот в эту стаблицу. Я целью переговоров. Формальный визит. И их мы пишем обычно вот в эту пустографку, которая первым листом у вас идет. Где внепланы. Итак, еще раз, да? Вот сюда мы пишем. Выяснить новую ЛПР и восстановить лояльность. Или как было? Вернуть лояльные отношения. Вот так. По формальному визиту что пишем? Передать документы. Не напиться. Не напиться, главное. Передать пиццу и при этом напиться. Трудничество по всем ТР. Какие вы цели ставите? Ну это же 20. Ну вот вы едите документы отвезти. Так и пишете? Включение документов. Ага. А уже результаты пишем. Там же решение может быть или ПДЗ, или подписание договора. Ну да, то есть любой документ наоборот он висит. Ну да, там достаточно документов, которые отвраты везут. Ага. А сейчас мы с вами только что в начале нашей встречи отсудили, что даже формальный визит стоит для допродажи использовать. Ну теперь уже будет. Как? Что вы выписали? Вы едите по предельности. Как вы знаете зоопартнера уже? Что там выявляет? Ну, про пранжуняк. Которая застряла. То есть визит уже не такой, что прям вот я пришел, вам сейчас буду продавать, вам уже приготовился. То есть ты как бы отдаешь документы. И не изначально расширяешься. Ну что, давайте. Как у нас дела стоят вот поэтому, да? Ну да. Контроль. Нет, может просто лояльность как бы повысить. Могу беседовать еще как-то. Ну вот, допустим. Сегодня был вот член банки, привез им документы и попал на схват. Там очень такая вредная тетенька, которая постоянно с нашей доставкой конфликтует. Я вот просто с ней поговорил, выяснил, что ее конкретно не устраивает. И в инструкциях, в доставке прописал то, что необходимо ей. То есть просто привез бумажку, да? Ну это по сути вот здесь было, да? Ты где-то был? Вот в этой ситуации. Она ничего не решает. Но это постоянный негатив, который как бы ну рано или поздно где-то может дойти до бухгалтерии или выше. Ну да. Вот я и говорю, что распространится может. Принерентивные ситуации как-то делается. Решение. Принерентивные меры принять, да? Для решения ситуации. А вот у вас, кстати, официальная мысль сначала. А мы можем сюда формально визит поставить цели, которые для нас приоритетны? Например, фреш. Ну те же самые продукты питают. Можем же, да? Потому что продукты это такая вроде как тема не сильно бизнесовая, да? Можно так вот как-то не изначать. А вот чай, чаек, кофеек там, да? И немножечко выйти на продукты, которые... Ну это не бумага, не офисный ассортимент, не складской, не рабочая одежда. Можно не изначать. Давайте вот сюда напишем продать или продвинуть что? ПП, как вы обычно пишите. Ага. И вторую цель я буду наставить, чтобы мы сейчас пока написали для целей практики, да? Значит, для визита по поводу и без давайте так. Поздравить с праздником. С каким праздником, неважно. Любые. Любые. Да, кстати, мои поздравления, друзья. Какая у нас, 56-я годовщина, да? 61-й годовщина. 56-й годовщина, да? Соответственно, поздравить ЛПР, да, ну или сотрудников с праздником. Окей. Давайте обратимся к третьему столбцу сейчас этой таблички. И напротив каждой цели, вспомнив первое занятие, целеполагание 2-0, пожалуйста, пропишите вот здесь, в третьем столбце, картинку результата. Что сделает партнер? Вот у вас первая цель какая была здесь, напомните мне? Собрать информацию. Собрать информацию партнера. Вот здесь партнер. И что сделает? Прям так. Сейчас минутку на это потратить. Партнер, что сделает? Костя, что сделает партнер? Расскажет и покажет производство, чем занимается компанией. Партнер расскажет о своей компании, да? Что еще? Возможно, даже покажет какие-то столбские помещения. Так. Что еще? Даст, компания. А что? ЛПР. Обо всех? ЛПР, ойл. Об ответственных лицах ЛПР. Ага. Даст, реквизиты компании. Ну, если это новая, так. Что еще? Даст, компания. Даст, заказ. ЛПР. Ну, контакты ЛПР, да. А заказ не было такой целью? Не было. Цель была выяснить информацию? Не было. Ну, за одной заказ. И в идеальной ситуации. Что он еще может? Информация о конкуренте еще. Потребности может дать, да? Может. Информация о конкуренте может. Межмесячные потребности, где закупается. Которые идеи, это же все информация о партнере. Да, совершенно верно. Соответственно, чем больше вы здесь выясните, тем лучше. Окей. Дальше у нас была цель номер два. Вот здесь что? Продать что-то, что-то, что-то. Акции. А, продвинуть акции по светокопии, да? У меня лапсер акции. Ну, давайте с акцией, да? Партнер что сделает, когда вы будете продвигать акции? Копи длина. Сделать заказ. Сделать заказ или хотя бы чего? Если не он принимает окончательное решение, директор согласует. Скажет. Согласует. Обосновывается руководство, то, чему нужно купить. Необходимость, да. Участие в этой акции. Совершенно верно. Партнер либо сам сразу заказ сделает, либо поспособствует этому заказу. Акции закончились за подарком. Заказали сначала на область. Через два дня выждала паузу. Заказала еще на управление. Чтобы получить ему и эту, и фритюрницу, и пылесос. На шляпе готовы, да? Еще шестьдесят пять пачек на это зарядное устройство. Окей. Третья цель, друзья, вот здесь у нас что? Вернут лояльность. Вот, вернут лояльность партнера. Вот здесь что? Партнер чего? Что сделает? Расплачется. Партнер раскается. Сейчас понапишем здесь, да? Пойдет в церковь на исповедь, да? Партнер будет готов в обмучение. Во-первых, партнер что? Перейдет в конструктивное общение. Перестанет орать благим матом, швыряться степлером и выталкивает вас, да? А перейдет в конструктивное общение. Партнер, да, чего? Будет разговаривать, и он начнет нормально. Что еще он сделает? А если ты его косяк? Бывает такое, что партнер сам косячит и на вас потом орет. Если это его косяк, то он чего? Признает. Признает. Признает ничего. Принят меры, чтобы больше такого нет. Вот это очень важно. Если у него постоянно, допустим, одна и та же ошибка в токах, и мы ему что-нибудь неправильно грузим, потому что его бухгалтерия куда-нибудь что-нибудь неправильно заносит, приходит или еще что-нибудь. Из минус КППа у нас не здесь сделает. Да. Соответственно, виноваты мы, а он должен чего? Не просто перейти в конструктив, а принять меры для того, чтобы исправить эту ошибку и так далее. Вот этого надо добиться. Потому что, да, иначе вы будете каждый месяц вспышки гасить. Или после каждой отгрузки. Час погасили, потом опять косяк с документами, и опять вы виноваты. Опять погасили, опять косяк с документами. Не, ну, практика по управлению конфликтом, конечно, классная. Но зачем? Поэтому, да, принять меры. То есть действия должны быть обязательно. Действия партнера. Окей, следующая цель. Продать продукты питания. Класс. Партнер что? Сделает заказы. Это максимум, а минимум? Заинтересованность. Проявит заинтересованность, но мы это увидим. И что еще? Рассмотрим предложение. А партнер еще чего может рассказать про конкурента, где он сейчас берет эти продукты? И что берет? Что берет, даст ассортимент. Да, берет. Да, как часто, в общем, регулярность потребностей и даст еще еще. Или чек из магазина. Да, например. Да, с ума там где-то скидерился. Да, то есть обратите внимание, здесь у нас цель как действия партнера. То есть мы не просто заинтересуемся, мы конкретно действия. Что партнер сделает? Окей, следующая цель. Вот здесь. Что у нас? Поздравиться. Поздравиться, да, отлично. Здесь что партнер? Примет подарок, что он не будет. Примет подарок, во-первых, Миша вернет его в лицо или на пол, или в мусорку, как с каталогами, как бывает. Да, периодически. Что еще? Что он сделает? Кроме того, что примет подарок. Он обещает, проговорит о том, что будет работать там. Сделать компонент. Поработает с Дири, не планирует мебель. Подтвердит чего? Сохранение лояльности отношений. Подтвердит. Можно записать, да? Конкретное действие. Подтвердит готовность к дальнейшему сотрудничеству. Ну, этого достаточно, я думаю. У подарка нет больше конкретных целей. Есть цель и подарка. Ответная любезность, да, какая-то? Да. Ну, мы это подразумеваем, но как действие не пишите, потому что, ну, не факт, что прямо сейчас вы что-то от него будете просить. А вот в будущем? Некоторые говорят, лучше этот подарок, это я. Ну, что, получил календарь, да? А теперь поднимаем колонки. Класс. Следующий цель. Все. Закончили? Да. Ну, потому что писали передать документы. Ну, окей. Давайте теперь вот чего. У нас остался средний столбец тематика вопросов. Вот обратите внимание, у вас первая же цель чего? Сбор информации о партнере, да? В этом нам с вами и поможет техника четырех вопросов. В анонсе сегодняшней встречи было написано, что мы будем связывать цели и вот эту самую технику четырех вопросов. Обратите внимание, вот он первый вопрос, который называется ситуация. Ситуационный вопрос. Я думаю, что он для вас абсолютно не нов. Мы сегодня просто всю эту кучу дела соберем. В центре сама формулировка вопросов. Каким образом вы? Понятно, что это мы не про компанию уже спрашиваем, а про конкретно ассортимент, про потребности, да? Каким образом вы обеспечиваете что-то? Ваш офис, ваши склады, ваши производственные линии. Всем необходимые. Это первый вопрос, который стоит задавать. После того, как вы задали вопрос, чем занимаемся, кто вас ответит, когда вы выяснили ЛПР, знаете вид деятельность организации, примерно прикинули цели, с которыми идете, и все. Первый вопрос. Каким образом вы обычны? Вот он этот вопрос. В цикле у вас указано, да? Каким образом вы обеспечиваете ваш офис, ваш склад, ваши склады, ваши производственные линии всем необходимым? Это самый общий вопрос, который вы пока не знаете, что конкретно они приобретают. Но этот вопрос поможет вам хотя бы хоть на что-то выйти. Какие-то разделы с артеней. Дальше следует у нас ответ партнера. И вот здесь начинается самое интересное. Начинаются всякие разные маячки, которые мы ловим или не ловим. Что такое маячок или сигнал? Да, проговорился о чем-то, за что можно зацепиться, раскрутить и выявить дополнительные потребности. Это понимаете, да? Вы все. Что такое маячок? Окей. Обратите внимание, еще пара примеров ситуационных вопросов. Как часто вы это приобретаете, то, чего выяснили, что именно туда входит, ну и так далее. Все эти вопросы относятся к ситуационным вопросам, главные из которых ходят. Каким образом? Не спрашивайте, что конкретно или где конкретно. Каким образом? Потому что, если вы, допустим, пришли продавать хозы, говорите, скажите, пожалуйста, Сергей Петрович, а где вы покупаете хоз товара? Он может сказать, нигде, просто на том основании, что у него клиник, и он их не покупает. А вот если вы спросите, каким образом, он вам сразу скажет, что клиник. То есть шагов меньше к достижению цели, более открытый, более общий вопрос, соответственно, больше информации можете получить. Угу. Промычки. Следующее. Практикум — это видеоанализм. Друзья, вы сейчас увидите видеофрагмент одного из ваших коллег, снятый в рамках ежегодной оценки деятельности 2017. Ролевка, отснятая здесь, через которую вы все проходили в свое время. Соответственно, в этой ролевке у нас с вами от меня, как от ЛПР, прозвучит 8 маячков и сигналов, ни один из которых не будет отработан торговым представителем. У каждого из вас были такие косяки. Друзья мои, вы не разручивали легенды до конца. Но вот этот пример будет показательным. Соответственно, сейчас попробуйте взглянуть как бы на себя со стороны. И ваша задача будет зафиксировать в ваших блокнотах эти 8 маячков и сигналов, которые ЛПР, то есть я, будут озвучивать в ходе переговоров. Кроме того, я прошу вас зафиксировать ситуационные вопросы, которые торговые представители задают. Вот эти. Максимально общие. Как, каким образом, ну и так далее. Задача ясна? Что делать? Приготовьте, пожалуйста, ручки и блокнот. Сейчас мы запустим видеофрагмент. Кто-то будет крестнеться, да? Нет. Он на тракте отсутствует. Так, сейчас. Да, да. Опа, да. Пожалуйста. Да, да. Слышно? Нормально? Да, да. Скажите, с Артемом у нас что-то все же вроде приятно? А, кто у нас, ну, сегментик? А, вот он. Да. Ну, я. Ну, ладно, слушаю. Уделите, как я. Да, хорошо. А, 50? Пожалуйста. Спасибо. Алисей, прежде всего, как ты работаешь? Обратите внимание на работу с каталогом. Да. Ну, давайте. Вроде. Артем. Да. 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 Хорошо. Скажите, а как бы вы мне издавали для лестерсов вообще? Ну, не помнишь? Ну, а что-то много всего на артем привозило. Не, не помню. Я думаю, лишнего времени всего. Давайте. Ага, хорошо. А, нет, а вот. Да. Ну, для... Алисей, и когда мы еще обучаем промелочки, то есть у нас на шансы как нажмем и где-то на поле там. С Игрем все согласовано, там допрос ровно используем. Идем. Обучающий загляд. И ВЫПИЙ ЗАКЛЕЙСЯ Выпей, ЗАКЛЕЙСЯ Выпей, ЗАКЛЕЙСЯ Выпей, ЗАКЛЕЙСЯ ЧАЕК Окей. А мы западаем теперь вам несколько вопросов для любого на карточке для всех на шоколад. Да, пожалуйста. Пожалуйста, если вам надо там что-то заполнить, давайте. А если крути, рыбачий не у нас из каких ушей. А с 8 дней для 5? Семь. Обед с 12-ти часа но это так, и словно. Вы, скажите, в КНД вы сейчас с командой работаете? Ну, почему? У нас здесь в офисе 7 человек. 7 человек, да? Скажите, а чем занимается ваш командой? У нас заборная арендура производителя, ну и, соответственно, мы не заборные. Заборная не от того, с лопатой второго мы не оттуда не оттуда не оттуда не оттуда а продаете а то все жут после всего дня. Продаете как с колеса или есть у вас какой-то такой-то склад или какой-то помещение? Да нет, не складно. Есть складно. А на складе здесь это? Да. У нас только человек. Четвер. Да. значение? — Ну, это зачем информация, чтобы для вас предоставить наиболее выгодное для вас это было? — Да, да. — Алексей, скажите, а фамилию и отчество вашего счета? — Да, можно просто Алексей. Зачем? — Ну, у нас есть такая программа, наверное, мы с тобой есть, когда вы не дали подарки, то есть перезагрузку в пол тысячи рублей, чтобы на счет получать до 2% бонусов, в дальнейшем эти бонусы вы можете спросить себя и будет. — А, вы не зарегистрировались? — Ну, да, вы сами зарегистрировались, то есть, в принципе, такого ничего. — Ну, если вы можете, то там фамилию Алексею не получили. — Алексей, вы получаете сходить в деревьях, да? — Да. — А, мы хотим вам узнать, по почте расскажите, по моему... — Моему... — Моему... — Моему... — То есть это все... — Угу. — Алексей, расскажите, по... — А, вы хотели узнать по товару? — То есть, в какой... Какие ремные рамки вы хотели, чтобы вам оставляли товар? — Ну, я не знаю, вы... — Я же не знаю, как у вас, потому что сами, в суще говоря, в одном уж и работают. — Ну, вообще, да, нам деньги не достигают. — День-день, да? — Ну, если мы... — Ну, а, вы... — Мы сейчас можем день-день доставить? — Да. — Ну, что же, да. — Пока еще не работают? — Угу. — Ну, не по области. — И не по области. — И десять за МД только. — Семь... — Ну, по области. — Что-то, Владимир, сказал, пока нет. — Ну, что... — Скала области, мне сказали. — Не дышите. — Не дышите, я делал доставки, пока не работает. — У тебя понятно. — Окей. — А, ну, я думаю, что мы получили. — А, ну, я сказал, по области. — А, он был консилиарем, был пониман, с чем работают этим. — С Лешкомом? — С Лешкомом? — С Лешкомом? — Это не по Лешком. — Что вы мы делали? — Ну, по каким ценам? — То есть, сказал, что вам понравится. — Да, все будет. — Нам нравится. — Скажите, пожалуйста. — А было бы вам выгодно и приятно, так сказать, что вы думали цены ниже, чем ПГШОВ. — Как же самая доставка? — Все же, самая доставка, да. — Олег, слушайте. — Да. — Ну, в этом направлении цены для меня важен вот элемент, например, для начальства. — Угу. — А, щек у меня нет. — Ну, а щек у меня нет. Они сразу на фабрику уходят. А вот цены я вам скажу, «Светокопия» — 190. — Алексей, а принципиально уходить бумагу «Светокопия»? — Да, не знаю. Но это ее всегда правильно. Она что-то шла хорошо. И такая она. В общем, более-менее ничего попробовали. Когда-то с вами работали. Это ваша. — Что? — Ну, желудок. Я не помню. Однако более шершавое, что я не знаю, на номеровок это будет. — Светокопия. — Светокопия. — Светокопия. — Хорошо. И техника у нас и иностранная. — Алексей, а по бумаге «Светокопия» вообще какие-то выводы? — Ну, я знаю, что это типа как то же самое. То же самое. Там, например, эти бурики по сон, то же самое. Ну, как-то они покупали нельзя. — Смотрите, в принципе, моего документа написано лучше. То есть по угодности, по перезвоню, а не все. — Видимо, она же не отличается, да, соцветокопика. Лучше. Не знаю. — А когда все не наздряют пищевые документы? — По какому документу я не понял. Сколько он? Года два, наверное, назад. Не знаю. Последний раз с вами. Как-то так? — Ну, понятно, я сейчас все со всех решений. Я помню, цены сто пятьдесят. Что-то уже сто сто сто. А сейчас стало, что это какое-то сто девяносто будет. — Согласен, она для всех нужна. — И... — Ну, вот поэтому все сделаем, и еще. — Угу. — У меня с той же наставкой. — Вообще не было просмотра. — Ну, а все равно зависит. — Если лето, допустим, да, и у нас прямо маркетинг хорошо работает, да, то тогда, ну, наверно, корову 20-30 месяцев. А вот сейчас, допустим, зимой у нас же, ну, раз у нас ароматура, да, ремонт, тут, тут, там, для останавливаться немножко, коктейли снижаются, поэтому, ну, не знаю, может, корову пять-десять. — Да. — Скажите, а по расходу внимания, то есть, сколько ваше внимание вы используете здесь вообще? — Ну, вот так и я говорю, а так и уходит. — Пять-десять камер вот сейчас. — Друзья, это... — Да. — А это... 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 — А Алексей, а нам... — А. — Ну, сказать, давайте по... — А. — А. — А. — А. — А. — А. — Понимаете? — Ну, знаешь... — Мы увидели... — Да, угу, и Psych3D, — — А. — А, угу, и Вт В сравнении считалось не так. Алексей, а пол конфидайта или как? То есть, ну, так же пришло? Да так же. Ну, все в одном месте. Там уже как-то, ну, взаимопонимает. Глаза, где-то основная. Проблемент не так, но вот вообще. Откажите, а с дошколом в городской территории ценой? Ну, сейчас, конечно. А с сервисом это стоит? Нет, ну, нам доставка важна. У нас тогда бывает и то, что срочно делается, что там много очень документов или отчетов, надо управлять, да? А раз и заканчивается. И нам надо, чтобы прямо привезти очередь. Гошком это нужно сделать. Я не знаю. По-моему, у вас когда-то было что-то, то ли, два дня до доставки, то ли, что-то такое. Смотрите, как когда обычная доставка у нас, то есть вы делаете заказ, то если вы деньги могут доплатить, а гошком это положить? Да так же намного. Сколько ночков вы едете? Восемь. 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 Раз, два, три, четыре. У меня пять. Я шесть. Шесть? Восемь уже? Угу. Класс. Давайте так, а сейчас для того, чтобы экономить время, чего, про фабрику слышали? Несколько раз, да? На фабрике, бухгалтеры на фабрике. Все счета выводят на фабрику. Понеслось, да? Маркетинговое дело. Да, маркетинг или торговый дом, да? Если у нас хорошо работает, то мы много с этой подаем, да? Сезонность. Сезонность. Это третий, да? Летом больше, зимой меньше. Дальше. Удобно в одном месте. Супер. Все в одном месте удобнее покупать. Еще. Склад. День. Склад. Головная фабрика. Есть еще какая-то головная, оказывается, фабрика, да? Склад. Четыре человека. Склад. Четыре человека. Этот маячок отработал, кстати, по-моему, получается. Игорь, да? Он знал. Он знал. Он знал. Он знал. Чисто на сборы. Чисто на сборы. Ага. Листов. Мне понравился. Листов. Микербальные еще маячки были. Это... Чего? Ну, об этом Светлана Чапаева вам много рассказывал, мне кажется, да? Листание каталога, фиксирование взгляда на чем-то, да? Человек начинает листать, а он ему сверху еще другой каталог дает. Да. А. Ну, давайте. Он забыл уже, что ему вдруг интересно было здесь. Ну, да. Да. Обратите на это. А еще почему-то, Артем так интересовался. А где Артем? Артем, он... Артем, он... Артем, он... Я такой, он что-то интересуется с Артемовичем. Как-то по-другому располагался. Да, да, возможно. Кстати, это с этого можно было раскрутить. Да, да, да. Есть ли что-то, что мне нужно учесть? Все ли вопросы завершены? Есть ли не завершенные вопросы? Да. Давайте еще один... Артем Беркулович! Михаил Беркулович! Он занимал. И так... Еще один маячок, мне бы хотелось, чтобы вы его видели. Я остановлю переговоры, потому что там дальше, они все, в общем, достаточно очевидны. Да? Один маячок, и я сделаю... сделаю до после то есть мы принимаем вашу оплату с вами с вами на следующий день а он приходит давайте вот это пропустим чтобы время давайте если в этот же день пересете то мы готовы сюда хорошо нет сейчас к сладу по моему Игорь вернется да пока нет да и пока этого нет все еще все еще про бумагу и канцер сейчас я прошу прощения еще и танцевание пока если чего мы же помним у вас а веселье вопрос такой по по выжить выжить доставки 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 ну если прям сильно много там хорошие объемы отлично это я к чему к тому что маячков было дофига мы еще даже не до конца доставки ну сам понимаешь него не информация ну слушай здесь есть какие вопросы такие ответы собственно говоря все же просто окей что то мы здесь мы уже вот здесь поэтому и ситуационные вопросы чего успели зафиксировать чего задавал наш коллег он спросил так как по канцелярии обеспечивается или что такое он спросил как как продаете он еще спросил есть какие то точки на колесах или есть склад какой из я кричик как вроде про рабочие одежда такого то есть где покупаете как сколько там что то такое то есть по сути вопросы были вот такого формата то есть как часто где Что именно? А вот такого вопроса, таких вопросов меньше было. Именно поэтому вот такие вот и короткие, и нежелание ЛПР отвечать. Потому что, ну, 5-10, да нет, ничего не надо, все это испечь. Если вы задаете вопрос, каким образом, и держите паузу, что самое трудное для продавца, вы заставляете партнера говорить. Задайте этот вопрос и держите паузу. На полулыбки смотрите в глаза, приготовьтесь записывать, но не говорите ничего, дайте партнеру сказать. Завершая фразы за партнера, вы тем самым говорите, показывайте ему, что вы и так знаете, вы торопитесь. И партнер замолкает. Таким образом вы обеспечиваете вашу стильную паузу. И держите эту паузу. Очень тяжело, знаю. Сам люблю палалакать. Ну, что делать? Задал вопрос. На, ты где? Сейчас. Желалый писал, а главное. Держим паузу, смотрим в глаза на полулыбки, да, зрительный контакт соблюдаем. Готовимся записывать, но держите эту паузу. Ага? Ликтофон достал. Да? Итак, первый, напоминаю, что мы сегодня говорим о технике четырех вопросов. Первый из них, каким образом вы, ситуационный вопрос. Мы переходим ко второму вопросу, это приоритеты. Вопрос на выявление приоритетов, об этом тоже уже сто раз вам говорили. Поэтому я только повторю формулировку. Что для вас главное при выборе поставщика, обратить внимание на варианты формулировки. Вот что для вас важно. Что кроме цены, если вам говорят, мы только на цену смотрим? Если ты смотришь только на цену, почему ты не ездишь на Запорожце 72-го года выпуска? Ездит же, стоит копейки, что надо так? Почему ты на Ауди ездишь? Задайте вопрос только, партнер. Человек на маршрутке приехал, вы говорите, ну почему на Ауди ездишь? Что кроме цены, не факт, что цена самая главная, тем более деньги не его. Что это, что цена самая главная? Если вы не собственником бизнеса общаетесь, деньги не его. Причем здесь цена? Поэтому, что кроме цены, еще важно приобретать поставщика? На что еще вы обращаете внимание? На что вы ориентируетесь? Любые формулировки могут быть, но второй вопрос в этой цепочке, это вопрос приоритетов. Итак, первое, мы выяснили, что они работают, допустим, с конкурентами. Как вы обеспечиваете себя в поставаре? Как вы поддерживаете ситуацию в вашей ситуации? Мы, вот у нас клиник, например, да? И вы выяснили, что частично они все-таки покупают губки для мотива посуды, средства для мотива посуды, еще чуть-чуть, поменем. Но вы хотите добить эту тему, да? Дальше мы переходим к приоритетам, как, каким образом вы покупаете губки для мотива посуды. На что вы смотрите, когда вы выбираете поставщика? Угу. Итак, первый вопрос, это вопрос С, буква, ситуация. Второй вопрос П, приоритет. Третий вопрос, тоже П, проблема. Неожиданно. Формулируется он следующим образом. Как вы поступаете, если возникает некая проблема? Например, идеально почему-то эта цепочка работает, знаете, чем с карточек. Сергей Петрович, каким образом, задаете вы первый ситуационный вопрос, вы обслуживаете ваши принтеры? Он говорит, мы заправляем там, я не знаю, что вам чаще всего отвечает. Мы заправляем карту. И ремонтируем. Так, наверное, и ремонтируем. Отлично. На что вы смотрите, когда выбираете поставщика вот услуг именно по обслуживанию, по заправке, по новым карточкам? Ну, для нас важна цена, и чтобы качество. Ну, как правило, так отвечать, да? Или что? Чуть другое нам говорят? Ну, сроки. Сроки быстро. Ну, или да, или мне важно, чтобы не от карты. Да, вот, вон, по-другому, в кабинете. Окей, отлично. Сергей Петрович, а как вы поступаете, если он заправляет картриджи, картриджи, выходит из строя? Если картридж не подлежит ремонту больше. Если ремонт становится неоправданно дорогим. Проблем обозначьте, партнер. Как вы поступаете, если нужного вам картриджа нет в наличии у поставщика? Причем, вот здесь очень важно говорить, как вы поступаете, а не как бы вы поступили. Не используйте гипотетические ситуации. Представьте, что это проблема уже... Сейчас дверь откроешь, она вывалится на партнера. Проблема здесь уже. Поэтому говорите, как вы поступаете? Представьте, что это каждый день просто. Как вы поступаете, если возникает проблема? На хостоварах проблемный вопрос. На примере хостоваров, самый тяжелый, на взгляд, торговка и цикле в многих случаях, когда клиник. У нас клиник, мы не паримся по хостоварам. До свидания. Молодец. Вы вот это все спросили. Вот здесь вам сказали, что клиник, вы решили задать проблемный вопрос. Скажите, Наталья Сергеевна, а как вы поступаете, если вдруг в течение рабочего дня что-то на текстах? Сотрудник уронил кружку с кофе на пол. Цветок, горшок уронил. Ну как, берем и подтираем. Ага, у тебя есть швабра, сатира. А ты ухажаешь. Понимаете, да? То есть проблемные вопросы позволяют выявить потребности, которых партнер вам либо не хочет изучить, либо об этом не задумывается. Ну что я, почему у меня одна швабра, одна губка и один фейрик, который уже полгода? Что я об этом? Каждую неделю у меня я просто... Да, на самом деле, там есть куда подоградаться. Поэтому проблемный вопрос позволяет вытащить вот эти потребности в кучу. Пожалуйста, запишите вот эту формулировку, как вы поступаете, если возникает какие-то проблемы. Запоминаем, записываем симптомы, от чего, собственно, партнер нам отличает. Ну я тогда покупаю новый картридж, например, если не подвешить ремонт. Класс, наш случай. Или там... Ну я все равно ремонтирую. Супер, есть на что давить, потому что у нас есть дешевая омега, которую мы можем вместо ремонта задвить. Соответственно, вы понимаете, какие проблемы испытывает, как врач, по сути. Понимаете, какие проблемы испытывает партнер и знаете лекарство, которое может по его симптомам он предложить. И последний вопрос, это задание мы уже делать не будем, последний вопрос, это вопрос на перехват. П. Третья буква, четвертая буква, тоже П. У нас схема СППП. Ситуация, приоритеты, проблемы, перехват. Перехват это классический если-то. И вот здесь очень важно запомнить и записать ответы партнера на все вот эти вот вопросы. Потому что вы говорите, отлично, после проблемного вопроса. Сергей Петрович, а если мы предложим вам и смотрим ответ на второй вопрос, а второй вопрос на что? Приоритеты. То есть если мы предложим тебе то, что тебе нужно, плюс бонусы за каждую покупку от 1000 рублей. Айфон через полгода. Только не бонусы, айфон через полгода. Мультиварку, я не знаю, акцию, задвините какую-нибудь, да? Плюс доходы. Вы готовы будете с нами работать? Вопрос построен таким образом, что если он ответит вот здесь нет, мы ожидаем ответа, естественно, если он ответит здесь нет, это о чем говорит? Что где-то там? Где-то возражение, либо где-то не дозадали вопросы. Не уловили окончательный приоритет. Если вы все сделали правильно, и вы уверены в этом, ответ да. Техника откат, да. Точно взгляд? Вообще. Вот Света Чапаева из России, она специально обкатывала эту технику, здесь в Челябинске. Я откатывал эту технику в Уральском, в других регионах. Работает, да? Да. Примерный коэффициент срабатывания 75-80% по ДРО. Не во всех случаях, естественно, это работает. Иногда есть такие возражения. Вот здесь он говорит, ну не знаю это. Вот здесь, на этом этапе. На все ответил, как нам нужно, вот здесь говорит, ну и не сочетает. Вот здесь уже мы переходим к следующей теме, выходящей за рамки нашей сегодняшней встречи, да, это, собственно говоря, работа с возражениями тяжелый случай, да? И вы можете спросить, а что, что в таком случае может вас? Просто мы доводим с работой, мы уже как бы знаем. Вот, значит, приоритет ни хрена не цена. Реально находится тут вот это. Вот, в области, да, есть такая специфика своя, да? Тогда, соответственно, работаем вот над этим. Какие контролируют? Ну, это, например, цена все-таки не важна для вас. Ее, цена вам это важна, а? А попробуй альтернативный вопрос в этой ситуации. Хорошо, отлично. Я услышал, что вам важна цена, и важно также и то, что вы работаете с вот близким, так сказать, поставщиком. Скажите, а если на весы, что перевесить, что важнее для вас? Да, мы находимся несколько далеко, да, несколько дальше, чем ИП Купкин. Тем не менее, мы готовы давать функциональность. Что для вас важнее? Вот оно вообще кайфует. Перед выбором поставь, что важнее? Бизнес или дружба, как Андрей говорит? Попробуй так, только мягко, не надо. Так, я не понял, тебе с шашечки приехать? Вот это не надо, доезжай на партнера. Но перед выбором мягко поставь. Ну, я бы так сделал. Попробуй так. Ага. Итак, техника четырех вопросов завершается вопросом «Если то». Вот здесь самое важное, учесть все, что говорил вам партнер, что если вы это не учтете, вы в холостую будете, в молоко, мимо. Вам нужно попасть в партнера. Ну, в хорошем смысле этого слова. Попасть в его приоритеты вот здесь. Если мы предложим тебе то, что ты сам просил, ты сам не озвучил, да, плюс еще вот это сверху, что-то. Это не важно, что может быть. В область там доставка это может быть, да? Вы на доставке можете сыграть? Хорошо. По сравнению с канцбюро, с кнопкой или еще с кем-нибудь. Можете сыграть? Да. С местными только вряд ли, да? С местными вряд ли. Ну, такие факты, как бесплатный подъемный этаж. Угу. Это очень, очень. Ну, вот видите. У разных партнеров по-разному, да? Соответственно, до выгоды выбирайте в зависимости от ситуации. Вы будете готовы с нами работать? Прямо вот так. Не вы рассмотрите нас там в качестве поставщика? Конкретно. Будете готовы с нами работать? Поздравляю с покупкой. Да. Отлично, да, как продавец в консультант. Да. Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? Здравствуйте, я просто смотрю. Поздравляю с покупкой. Вам сейчас все. Выпишут, завернут. Ожидаемый ответ да. Угу. Вот это понятно, друзья? Покупать, как красный кокт и ожидают на кассе. Отлично. Ну, если бы так мечту в коротке можно было это завернуть, да? По сути, да. И... Да, да, да. Смотрите, давайте еще раз кучку проверим, чтобы в ваших блокнотах вылить и СППП. Проверьте прям в столбик. СППП. Первый вопрос. Ситуация. Ситуация. Каким образом вы это делаете? Каким образом вы поддержите чистоту в вашем офисе? Каким образом вы организуете вот чипите в офисе, да? Каким образом вы обеспечиваете ваших рабочих вот одеждой и обувью специализированной? Каким образом? Каким образом? Каким образом? Сюда же все остальные ситуационные у вас. П-приоритеты. Что для вас главное при выборе поставщика? Когда вы выбираете поставщика, вот, вход с товаров, на что вы смотрите? В первую очередь. Знаете, треугольник, да? Вот этот треугольник желаний клиента. Быстро, качественно и дешево. Выбирай любые два. Потому что все вместе не вызвано. Если быстро и качественно, то дорого. Если качественно и дешево, то долго. Если быстро и дешево, то дерьмо какое-то. привезут, да? Всегда так. Ну, выбор он всегда, да? Что для вас главное в прибыре поставщика? Проблемный вопрос. Третья П. СПП. Проблема. Как вы поступаете, если возникает какая-то проблема? Если у вашего поставщика нет чего-то в наличии, что делать? И четвертый вопрос. Очередная П. Перехват. Если мы предложим вам вот то, что вы хотите, плюс док выгод, вы готовы будете на меру работать? Ожидаем ответ на лицо. Третья вопрос можно? Да, конечно. Ситуационный, да, например. Ситуация, понятно, например, у вас, ну, дорого, да, канцелярия, да, именно шестая ситуация. Угу. Потом, значит, приоритеты, да, что для вас важно, да? Я задаю вопрос. Правильно, да? Ну, ну, да. Что продаешь на интернет-чет? Ну, да. Канцелярия продают. Ну, у вас дорого, например, канцелярия, да? Нет, подожди, бежи, бежи, бежи. Ты какой первый вопрос знаешь по канцелярии? Нет, ну, мне партнер говорит. Вот ситуация, так это возражение возражение не по технике четырех вопрос вот если ты только идешь еще назначите партнер ты говоришь сергей скажи каким образом вы обеспечите ваш офис или до канцтовар он тебе мы работаем с канцбюро например ты говоришь класс он еще не сказал что у вас дорого и ты не спрашиваешь почему ты работаешь с канцбюро не на так ты спрашиваешь вот это отлично я расширалась есть уже поставщик кто бы занимался только крупной компании по любому из поставщика скажите а на что вы ориентируйтесь на цену и чтоб качеств например ты говоришь супер здорово а как вы выступаете если вашего поставщика не от чего-то в наличии он тебе говорит ну еще в другом месте в новом месте а он говорит у них есть все класс отлично тогда вы переходите просто ко второму четвертому вопросу он учете обозначил ну что у них есть все например не 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 в приоритетах качество и дешево качество и дешево ты говоришь отлично если мы предложим вам качественный товар по интересным ценам плюс еще за каждую покупку вы будете получать вы готовы будете еще что будет удачи нужна какая-то наша потому что если ты предложишь просто то что у него и так есть смысл менять достаточно это и дело нужно чего-то вот здесь чего-то чего-то до выгода то есть не жди возражений вот здесь если ты на этом этапе спросишь каким образом ты скажешь я работаю с конкурентом сказано что им не стоит почему стал здорово все колесо зато с в в какие какие сервисы на в а а и а на салфетке почему на салфетке потому что какие сервисы на калькуляторе Только на салфетке здесь. Вот и салфетка переводила. На туалетной уме я не знаю. На тестовой аббазет салфетки. Смотрите, как на ней прекрасно писем. Мы подарим, порвуете вас. Можно еще момент? Когда вы спрашиваете, это тоже обкатано у партнеров. Когда спрашиваете, какие дополнительные сервисы, с него нельзя начинать. Лучше сначала спросить про условия, про доставку, про... Что для вас важно, вот это, да? Что для вас важно, они скажут. А как там происходит, допустим, доставка или оплата? А есть ли у них отсрочки или нет? И потом про дополнительные сервисы. Потому что если вы зададите в начале, он сразу смутится, испугается. А если у него есть еще какой-то действительно интерес, тогда он... Доставай корочки сотрудника отдела во время с экономическими преступлениями. Какие сервисы дополнительные? Дополнительные сервисы, она должна быть связана с какими-то предыдущими сервисами. Поэтому очень осторожно. Да, вот здесь, друзья, вот эти... Я бы не поняла, если у меня спросили у себя какие дополнительные сервисы с конспиром. Так вы можете прям вопросов, альтернативные задать, ну, там, подарки, возможно. Они обычно ограничиваются, скидки, и все. А те, кто на бумажке, они и так скажут. Если их много, в офисе сидит тут. Салфетка. Салфетка? Эй! Салфетка. Узнайте побольше. В приоритете вопросов на выявление приоритетов тоже узнаете побольше. Какие сервисы, вот, да, Амин и идеи тоже используйте, да? А какие условия по доставке и так далее. Но лучше будет и логичнее, если вы будете копать туда, куда он вам сказал копать. Вот он, вы спросили, что для вас важно. Говорит, цена и качество. Копайте туда. А если спустят широкие сервисы, то зачем вам будет это дать? Чего? Он скажет, зачем вам это дать? Какие сервисы не дают? Для того, что вы предоставите его максимально выгодные предложения? А это можно еще сказать? Для того, чтобы понимать, вообще я не зря трачу ваше время. Пока я вижу, что не зря. Ну, то есть, если он вам скажет, для меня, короче, значит, там, значит, у меня бумага стоит 100 рублей за пачку и отсрочка платежа 120 календарных дней. О, Сергей Петрович, я зря трачу вашу. Все время, до свидания. Если это не блеф, естественно, ну, бред же. То есть, вы должны понять, вы вообще, как бы, можете, а то вы тут пыжитесь в переговорах, а потом выслите ему капелку, он скажет, да, что это? И у меня дешевый. То есть, вот, обосновать партнеры надо таким же образом. Миш, хороший вопрос. Зачем вам это знать, да, Игоревич? Ну, да. Это касается, когда он, например, что, если вам не дадите счет, конкуренты, где вам немного ниже, будем говорить. Угу. Я за здоровую конкурентность. Давайте снять. Давайте свою цену, все. Хорошо. Мы пробовали, знаешь, какой способ? Он говорит, давайте свою цель. Ну, естественно, если это не конфликт, если это просто не конструктивный. Я несу еще одну метку 3 тысячи, у отписка нельзя всего на 4 тысячи. А конкуренты не станут. Ага, понятно. Вот он говорит, да, давай так, ты мне давай свою цену, типа, а я потом решу. Ты говоришь, окей, Светокопик 210. Он говорит, у тебя дорого. Правильно? Он уже скажет это, логично. Угу. И я ему, ты говоришь, отлично, 205. Он говорит, все равно дорого, дешевый. Отлично, 200 ровно. Он скажет, что 50 что-то сделает. Вот, а вот это вот очень важно понимать. Да, действительно. Я вам даже сказал, вы напишите на моем счете, какие цены вам нужны. Угу. Можно спросить, какие цены проходят. Блин, блефа там уже. 150, сейчас берешь старый корпулятор, берешь МДС, его нужно, можно сказать, это бонусы. Ну, в общем, мультиматка через 2 месяца. При таком наскладе, диалоги, что делать, врачи-то не знают, как ты скажешь. Ну да, есть, есть. Он конфликтный получается, он не хочет идти на контакт. Он не конфликтный, совершенно нормально. Нормально. Но я бы сказал, я просто хочу понимать, мы можем за вас конкурировать, или нет. Да, поставать в этом плане. Я тоже так говорю, чтобы не понимать, есть ли смысл. Есть ли смысл нам продолжать диалог, или мне сразу уйти, потому что... Я потрачу время, вы сейчас потратите время, а потом... Точно не скажите, да. Серьезно не писал странно. Для того, чтобы не понимать, для того, чтобы не понимать, есть ли смысл. Не могу ли я за вас конкурировать. Вот так. Это там локно еще. А я еще говорю, я еще говорю, нам хочется поучаствовать в соревновании музыкций. Класс, за вас поконкурировать, есть фраза там... Дайте там значимость. Да, 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 что такое там. Есть ли в ней смысл тратить сейчас ваше время? У меня есть очень хороший документ для обоснования у московского, у голдового. Класс, тоже вариант. Да. Счет конкурента, счет концбюро для нас будет хорошим обоснованием снижения цены для вас. Партия в вашем муссе сроклет на нас сейчас. Бобриков в тебе и в огне. Котельник. Ладно. Вот, собственно говоря, и есть все эти четыре вопроса. Поэтому, домашнее задание необязательное, но, тем не менее, дам для практики. Не обязательно, но я просто... Нет, спрашивать не буду. Друзья, вот табличка, в которой перечислены все четыре типа вопросов. Соответственно, что нужно сделать? СППП те самые. Вот ваша первая табличка, которую мы с вами запомняли. Цели переговоров. Пропишите по одной цепочке по каждой из целей. Вот у вас есть там цель продать продукты питания, например, да? Есть такая же цель? Да, знаю. Класс. Первый вопрос по ситуационной. Таким образом вы чего? Обеспечиваете кофе-брейки для ваших сотрудников. Или ваши сотрудники. Какие мы будем вообще проработать? Какие они перерывы? И все. И дальше точно так же. Приоритеты, проблемы, переходы. Четыре вопроса всего. По каждой сцене. И в полях, когда пойдете, мы будем очень признательны за обратную связь. Если вы попробуете, а потом нам расскажете, что сработало, что сказали партнеры, мы сможем модифицировать этот инструмент и дать вам обновленную версию. Договорились? А у меня к вам все. Спасибо. Да, давайте. Я вас сегодня конкретно задержал. Прошу прощения, за таймингом я не следил. И по традиции, друзья, я дам вам... Редактор субтитров А.Семкин